Виолетта Ефименко 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 За прошедшую неделю было 170 вызовов службы. В отделе их стационара пролечено 94 человека, 54 случая ОЛИ, 1 случай пневмонии. О ходе проведения летней ремонтной кампании на городских тепловых сетях доложил генеральный директор МУП ККП. Мы приступили к полной замене участка квартальной тепловой сети во втором микрорайоне. Отключено горячее водоснабжение дом номер 22 микрорайона, еще 7 домов. Возможно ограничение по горячей воде на период ремонтных работ. Планируем завершить работу до конца этой недели. Также он отметил, что в жилищном фонде наметились перемены. В соответствии с решениями общих собраний многоквартирных домов, дом номер 180 в 6 микрорайоне и дом номер 9 во 2 микрорайоне с июля месяца переходят на прямые платежи за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Поэтому в июльской квитанции МУП ККП этой строчки у жильцов этих домов не будет. Аналогичные решения у нас приняты и в ряде других квартирных домов. Сроки наступления этого события по другим домам будут позже. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике напомнила о проведении интернет-фотоконкурса «Семье счастливые моменты». Конкурс продлится до 1 августа. В целом обстановка в Десногорске благоприятная. Городские инфраструктуры работают в плановом режиме. Нарушения не зафиксированы. Системы оповещения населения проверены и находятся в удовлетворительном состоянии. Смоленские полицейские за последний год зафиксировали 30 обращений по поводу блокировки интернет-сайтов, на которых продают синтетические наркотики. В мировой паутине молодым людям от 18 до 26 лет предлагают таким образом подзаработать. Чаще всего синтетику распространяют в ночных клубах и кальянных. Наркотик популярен среди молодежи из-за своего быстрого действия, но последствия от его употребления более разрушительны. Только за последние полугодия от передозировки скончались 16 человек. А из незаконного оборота смоленские полицейские изъяли более 200 граммов наркотиков. Колония-поселение номер 5 по Смоленской области – исправительное учреждение в черте Десногорска. При этом поселение немногим младше самого города. В этом году учреждению исполнилось 37 лет. Знаменательную дату по-своему отметили 5 июля. Десногорцы уже привыкли, что у них по соседству особый объект – колония-поселение номер 5. За 37 лет работы там изменилось многое. В первую очередь это условия содержания. Заключенным позволено трудиться на благо муниципалитета. А результаты их труда теперь отмечены на самом высоком уровне. Понимаю, не по своим желаниям вы приехали в Десногорска. Но мы с вами все ходим под Богом. Как говорят, не судьба и судьба. Но это не Бог. Жизнь продолжается. Михаил Лосенко вручил грамоты и пожал руку каждому, кто проводит отведенное ему в неволе время ответственно. Заключенные, занятые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, работают уборщиками и грузчиками. Их труд нужен и на реконструкции кургана славы, благоустройстве городских памятников и скверов. Также условия заключения, традиционные, дают возможность в освоении спортивных дисциплин. В учреждении проводятся спартакиады по волейболу, футболу, шашкам. Администрация колонии такое поведение поощряет. Были вручены грамоты. И по итогам первого полугодия в дальнейшем будет издан приказ о поощрении сурденок за активное участие в общественной жизни учреждения, хорошее поведение и добросовестный труд. Таким необычным вечером отмечен и новый временной рубеж. В этот день, 5 июля, колонии исполнилось 37 лет. Важным достижением можно считать и то, что здесь полностью отсутствует преступность и поддерживается отличная дисциплина. А это выгодно выделяет учреждения от себе подобных. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснат-ТВ. За работу в первом полугодии отчиталась смоленская таможня. Только с начала 2019 года смоленская таможня перечислила в государственную казну более 87 миллиардов рублей. Это почти на 14 миллиардов больше показателей за аналогичный период прошлого года. Специалисты отмечают увеличение экспортно-импортных операций и оформление деклараций. По данным ведомства, чаще всего экспортировали продукцию химической промышленности, машиностроение и древесину. Ввозились в основном продовольственные товары. Превышение импорта над экспортом составило 5 миллиардов долларов США. Чаще всего товары приходили из Германии, Китая и Италии, а отправлялись в Бразилию, Украину и Польшу. Внимание всего мирового научного сообщества приковано к событиям на Королевском бастионе в Смоленске, где совершаются масштабные раскопки. В центре одного из укреплений археологи обнаружили захоронение. Специалисты почти уверены, что это могила французского генерала Гюдена, друга Наполеона Бонапарта. Пока это только предположение, но когда будет завершена очистка костных останков, ученые попытаются воссоздать облик человека и сравнить его с прижизненными портретами генерала Гюдена. Если состояние останков позволит, то будут проведены и палеогенетические исследования, благодаря которым будут найдены потомки генерала, живущие во Франции. Напомним, что поиски останков генерала продолжались два столетия, и только повторяющаяся в мемуарах участников войны 1812 года фраза дала правильное направление поискам. Инициировал поиски в этом году президент фонда русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. И коротко о погоде. 12 июля в Десногорске ожидается переменная облачность. Временами грозы. Температура днем до плюс 15 градусов тепла, ночью плюс 9. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok